У армян достаточно всегда было желания и готовности защищать свои земли. Просто для этого нужно соответствующее техническое снаряжение и подготовка. То, что Армении не было предоставлено России в рамках ОДКБ. Мы видели, какие кадры выдают российские вузы. Особенно важно напомнить вам, а я эту информацию озвучивал, потому что я же общаюсь с этими офицерами, которые закончили эти вузы. Знаете, что они рассказывают? Они рассказывают, что нам практически там ничего не преподавали. Нам просто в конце поставили самые высокие оценки, дали дипломы и сказали, до свидания, вы уже прекрасные офицеры. А своих они отдельно обучали. Российские офицеры именно для российской армии обучались в отдельных вузах. А вот ОДКБшни, не только армяне, там и казахи, и таджики, и киргизы. А их всех просто так между тем. Почему? Чтобы всегда эти страны зависели от российской помощи. Вот это была цель. То же самое, почему они уничтожили нашу военную промышленность. При помощи Роберта Кучайна сначала присоединили к себе, то есть купили так называемые за гроши, за армянский долг в обмен. Все эти заводы дали. И вместо того, чтобы начать обеспечивать эти заводы заказами военными, чтобы они работали, они наоборот закрыли все заказы, и эти заводы благополучно скончались. Это и завод Марс, это и Мергеляновский институт вычислительных машин, который сейчас раздает свои территории под офисы другим организациям.